Добрый вечер! В эфире программа Журсовет. Здесь журналисты обсуждают актуальные темы с интересным гостем. Меня зовут Анастасия Шерстнева и сегодня в студии вместе со мной будут работать мои коллеги. Это Ксения Фрик и Екатерина Зубарева. А в гостях у нас сегодня депутат Кировской городской думы Владимир Вениаминович Журавлев. Всем здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Вениаминович, вы у нас уже не в первый раз и ориентируетесь во многих темах. На многие темы мы можем поговорить, но тем не менее я заметила, что очень остро вы реагируете на одну тему. Ну, возможно, там не только одну, но вот одна из. Особенно. Да, особенно. Это про школу, то, что мест не хватает. Вот действительно у нас так остро стоит проблема в Кирове с таким вопросом? Ну, я хочу сказать, что тема острая, она стоит с 2012 года. И об этом я вот каждый год на отчете Владимира Васильевича Быкова с 2012 года говорю, у нас не хватает детских садов школ. Он докладывает. Докладываю, Владимир Вениаминович, детских садов хватает, школ хватает. Я говорю, вы не понимаете в том аспекте, в котором я говорю, и школ действительно не хватает. Вы все-таки преувеличиваете? Нет, я объясню ситуацию, кто не в курсе, чтобы ввести наших граждан, наших зрителей, кто смотрит нас. У нас 7 лет, уже 7 год идет, помните, бумаждаемости, который был вызван тем, что стали выплачивать материнский капитал, стали как бы вот эту льготу по жилью и остальное. Это действительно возымело место быть. И это вылилось в то, что в 2017 году вот эти семилеточки, которые пойдут в первый класс, я сейчас просто вам приведу цифры. Если, например, три года назад в 2014 году у нас прошло 5200 первоклашек в школу, затем в 2015 году 5300 примерно первоклашек, в 2016 году 1 сентября по городу, это в городе Кирове прошло 5400, то в 2017 году ожидается 8650. То есть 3 тысячи? Рост 65%. То есть демографическая ситуация, можно сказать, улучшается, а вот проблема со школами? А власть, как всегда, в лице, почему Быкова, потому что он упирался рожками-ножками, я предлагал еще там 4 года назад принять программу и начинать действовать, что строят школы. А как же школа в Зиновых? Ведь они так ей гордятся. Я хочу сказать, что до школы в Зиновых в 2012 году, вот я бился у нас, вот то, что мы берем в центр, мой округ, вот напротив Ленина 20, 24-я школа пресловутая, где сейчас строят 18-этажный дом напротив Ленина 20. Это перекресток Розы-Люксембург и Ленина. Здесь я говорил, что необходимо построить новую школу. На что-то мне сказали, что есть нормы, новая школа нужна 2 гектара, здесь всего гектара с небольшим. Я говорю, погодите, 28-ю школу мы чуть не снесли. Кстати, это тоже Владимир Васильевич Быков и его один из замов. Было даже разрешение о том, чтобы снести эту школу и там построить торговый центр. Это было там 2012 года. Удалось отстоять вместе там с Александром Александровичем Галицких. Еще с рядом общественностью. И 28-я школа в этом году отмечает 100 лет. Это самая старая школа. В итоге мы 4 года под этим руководством господина Быкова ремонтировали. Он сейчас говорит, а я глава города ничего не подписан. Ну, смешно. Он принимал активное участие в том, чтобы не делать этого. Но есть же у нас еще школы, их немало в городе. Неужели их не хватит? А вот, а послушайте сегодня, какая ситуация. И это действительно у нас в России, наверное, ну не у всех, кстати, депутатов. Потому что, ну вот там я заявлял, еще там 2-3 меня поддерживала депутата, которые как бы реально смотрели цифры. И эти цифры нам давал Кадычков, глава департамента образования. И он говорил об этом еще в 2013 году. Но все пропускали мимо ушей. А почему? Жили сегодняшние... Я хочу сказать, что кто такой Владимир Васильевич? Это военный человек. Он никогда не задумывался, чем нужно жить. Всю жизнь бюджет, всю жизнь планирование. Я думаю, что вот, я не знаю, как он командовал, плана нет. Ну нет, одного человека, наверное, это зависит. Есть команда довольно большая, которая... А я вам хочу сейчас сказать, что вся городская дума, она сегодня на три четверти состоит из молчаливых соглашателей господина Быкова. Они ему в рот смотрели и как будто бы свой мозг отключали в это время. То есть вы считаете в этом виноват только один человек и все? Погодите, я считаю, тот человек, который задает политику, а все остальное, как бы все остальное, состав Думы, безмолвно поддерживает. Как в свое время, например, только два депутата говорили, что центральник не надо продавать, мы нарушаем закон. И потребовалось полтора года судов. Прокурату области выиграла, и потом сказали, да, мы были неправы. Погодите, а кто пострадал от этого? Мы потеряли полтора года. И не вписываемся там ни в рамки федерального законодательства и так далее. Но вернемся к школам. В чем вопрос? И я предлагал, на что тогда Владимир Алексеевич говорил, так у нас же нет денег на строительство школы. В 2012 году, в 2013, в 2014 году я сказал, давайте мы хотя бы будем территорию земли, просто землю как бы консервировать, резервировать под строительство школ. Придет время, он все равно получит федеральные деньги. Это было сделано? Не одной. Вот эта площадка напротив Ленина 20, я считаю, вторая площадка, только в центре. Это, знаете, наискосок от 10-й школы, где строят сейчас торговый, жилой комплекс «Айсберг», большой дома. Это рядом с музеем Александра Грина. Строят 25-этажку. Как она вписывается? Рядом 13-я спецшкола. Вот на этом месте, снеся там старое ветхое жилье, можно было построить прекрасную новую школу. И мы бы разгрузили центр. Центр у нас сегодня самый загруженный. То есть проблема долгое время вообще не замечалась? Да. Господин Быков мимо ушей, я ему постоянно об этом говорил. Меня никто не в этом не упрекнет, только ленивый. Я постоянно проговорил про школы, а наш нынешний, который взял в Единую Россию, господин Николин, Дмитрий Георгиевич, сказал, Владимир Ильич, что вы все хотите, воткнуть его дословно, воткнуть школу куда-нибудь. Я, знаете, сказал, если мы не будем строить школы, это все время Аристотель сказал, то государство будет строить тюрьмы. Но может это только в этом году, в сентябре пойдет 8 тысяч, а потом опять будет спад или плакать? Нет, вот весь вопрос, что все эти 7 лет у нас как бы на этом уровне, на уровень 8,5 тысяч детишек рождаются в городе. И ведь эту проблему мы сначала зацепили на детских садах, она же идет давно. И когда Владимир Васильевич в 14-м году сказал, что у нас достаточно детских садов, а мы их продолжаем строить, строить, и благо, что пошли федеральные деньги, но мы все построили не в тех местах, о чем я говорю, почему нужно резервировать места под строительство школ. А что значит не в тех? То есть на крае города не нужно строить? Пример. Вот Володя Сметанин, журналист СССР Москвы, да, ваш коллега, вот у него как бы, так я знаю ситуацию, он у ЦУМа живет, ему сначала дали детский сад в Ганино. Вы представляете, в часы пик, 8 часов, как уехать на Филейку в Ганино и обратно. Он говорит, я час 40, час 50 туда-сюда ездил. То есть со школами такая же ситуация, нужно будет ездить на окраину? Конечно. И сейчас в итоге они спохватились, хотя президент нашей страны, я не знаю, у нас что господин Перескоков и господин Быков не слушают президента, тогда ребята, президент должен тут же их всех по утрате доверия в отставку, потому что, говорит, президент, у нас три первых вопроса социальных. Это детские сады школы, второй это ЖКХ, третий дороги. Господин Владыкин говорит, когда я вас спрашиваю, на чем вы хотите сконцентрировать внимание, он говорит, на скверах. Похоже, вот скверы Парк Победы застраиваются, похоже, он Быковскую вот эту программу будет застраивать дальше. Дальше застраивать скверы. Сколько учеников 1 сентября приходит в школу, столько ведь выпускается каждый год. Нет вот как раз взаимозамерных? Все дело в том, что, видите, школы выпускаются в 90-е годы, там у нас был провал демографический. Помните, да? То есть, выпускников меньше всего. И вот эта ситуация, она обострится, вот эти 8650, сразу до 65%, она пойдет от года в год, вот 7 лет. То есть, через 7 лет у нас эти не 5000 или там 4000 учеников, как бы, одной параллели, одного класса, а будет 8650, и нам не будет хватать школ. И когда мы спохватились, от 4 декабря 2014 года президент страны Путин в своем послании к федеральному собранию четко обозначил, сказал, что, ребята, там не хватает школ, с места идут звонки, срочно губернаторам и премьер-министру Медведеву к 1 июля 2015 года предоставить списки, сколько не хватает школ, сколько нужно строить новых школ. Я написал Галинских Сан Санычу в июне письмо, числа 25-26 июня, сколько у нас школ нужно, вы готовы к 1 июля, вы должны с губернатором подать это. Ну, 24-го губернатора нас арестовали. Сколько школ в итоге? Погодите, и благо, что пришел перескок, я ему такое тоже письмо послал. И народ все-таки собрался, и где-то в середине июля 2015 года мы начали считать, и нам не хватает 15 школ. К 2025 году. А к 2020 году, вот чисто просто, знаете, по головам. Школа на тысячи человек, вот тупо разбросить на всех учеников, просто по головам. Хотя мы проблему уже получим, что у нас, например, также будут из центра ездить в Коминтерн, или там в Ганин, или еще где они построят школу, в эти же Зиновы. И когда я сказал, Быков говорит, мы собираемся строить эту школу. А проблема сегодня, я как депутат вот этого центрального исторической части округа. Я говорю, ребят, вот мы прозевали один путем, я считаю, что это неправильный путь. Снова отдали под многоэтажное строительство, это коррупционная вещь. И вот вторую площадку, которую из центра 10-й школы отдали, и у нас сегодня в центре города не хватает просто мест в школах, в обычных школах. И когда я об этом сказал, Владимир Васильевич Быков, свидетелей вся Думы, я неоднократно говорил, он говорит, так дети будут ездить в Зиновы. На что он сказал, первоклассники, он сказал, так у всех сегодня есть машины. Он, мне кажется, вот человек, который вообще во власти не должен близко подпускать. Мне кажется, его нужно отправлять на пенсию, и пусть он спокойно там нянчит внуков и возит, если необходимо, своих учеников. В Зиновы никто возить не будет. А есть возможность как-то по максимуму использовать те школы, которые есть? Возможно, увеличивать, например, количество учеников класса? Во-первых, смотрите, какая ситуация. В 2010 году нашей областью был принят закон на основе федерального, что классы не должны быть больше 25 человек. И прокуратура до 14-й год включительно четко контролировала. Приходит проверять, если 26 человек в классе, она директора школы штрафует на 15 тысяч рублей. Там тоже до 30 тысяч рублей. Очень интересно, что нормативы различных инстанций, они даже противоречат друг другу. Мы разговаривали с некоторыми представителями школ, дирекции. Действительно, есть такое мнение, что так или иначе будут штрафовать. Не за одно, так за другое. И вот у нас есть комментарий одного человека, который все-таки согласился прокомментировать эту ситуацию. Давайте послушаем. В каждом классе у меня должно быть 20 человек. Свыше 20 человек я уже нарушаю санитарно-гигиенические требования. То есть вот это первая группа требований. Вторая группа требований посвящена, ну, в плане контроля со стороны Рособлнадзора. Вот, есть нормативный документ, типовое положение в общем образовательном учреждении. И там, к сожалению, ну, для нас к сожалению, до сих пор сохранилась норма 25 человек на один класс. Поэтому сейчас реально выполнить требования и одной, и той проверяющей инстанции просто невозможно. Вы считаете, этот вопрос вообще можно как-то решить? Нужно, наверное, менять какую-то базу законодательную, чтобы тогда такой ситуации не возникало. То дирекция, получается, виновата во всем. Их штрафуют, они хотят пристроить, штрафуют. Не могут пристроить опять. И вы представляете, глава администрации Перескоков, отказавшись строить вот здесь 24-ю школу, он тогда уже принимал участие, Быков, которые игнорировали. Они сидят в сторонке, хотя они отвечают за образовательный процесс в городе. Согласны? И сегодня ситуация, ходит прокуратура и штрафует директоров школ за превышение нормативов в классе, при том жестко. А я знаю господин Быков в центре, я ему тоже скажу, потому что знаю фамилию этого ученика, которого он пристроил. Он звонит одному из директоров школ в центре и просит принять там человека. Хотя до этого человек звонил мне, как депутату, говорит, я сказал, слушай, ну я не буду нарушать закон. А господин Быков, вот он, коррупционными занимается, протекционизмом и так далее. Но у кого есть выбор? То есть если есть предел 25 человек, зачем вы берете 26-го? Не берите. Погодите, а теперь следующий вопрос. Есть закон об образовании, есть округа учебная, которую администрация города нарезала и говорит, вот если в данном участке, например, там 28-го, 24-й, 14-й, 10-й школе, есть микрорайоны, которые относятся. И других школ просто нет. То есть отказать нельзя ребенку тоже? Отказать нельзя. И в то же время мы нарушаем закон, область висит в воздухе, потому что новое правительство пришло, что это норматив, и нам нужно его как бы отменять, потому что вот эти два года 15-16 прокуратура ходит и штрафует. В 10-й школе 6 классов по 30 учеников. То есть это уже нарушение. Мало того, а что в этом году будет? Вы сейчас зачем сказали? Завтра прокуратура... Погодите, а я вам хочу сказать, что директора 10-й школы уже оштрафовали. Пришла из Министерства образования, я знаю человека, он бывший работник прокуратуры. Я с ним разговаривал, говорю, что вы делаете? Он говорит, я выполняю закон. Но это как 1937 год, понимаете, да? Да, мы все понимаем, что закон дурной, что он не решает вопрос, а все сидят, глава администрации Перескоков сидит ровно. Господин Быков уходит на повышение, не решает этот вопрос, а вопрос стоит глобально. А тут у нас, представьте, уже сейчас в 10-й школе 6 классов по 30 человек. А в этом году на 65% увеличится. А центр, на него нагрузка еще загородная ложится. Это вот Макария, Порошина, они же все везут детей в центр. Ведь они повезут в юго-запад, и так пробки. Поэтому не все везут сюда, там школ нет. И поэтому вот в центре вот этот коллапс, он будет просто... Я не знаю, как эту решать проблему. Ну давайте мы вернемся к этой теме через небольшое время, через минутку, у нас небольшая пауза, потом продолжим. Есть ли какой-то выход из этой ситуации, узнаем буквально через минуту. Не переключайтесь. Во время полета космонавты испытывают большие нагрузки. А в жизни нагрузок еще больше. А как же их выдерживать? А это мы сейчас посмотрим. А-а-а, вот откуда берется знаменитое космическое здоровье. Молочные продукты три раза в день. И будешь здоров, как космонавт. Скажи, о чем молчишь. 8 800 2122. Телефон доверить для подростков. Звонок бесплатный и анонимный. Соблюдение правил – единственное, что может защитить пешехода. Правила дорожного движения. Правила жизни. Твоей жизни. Абсолютно. 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 Было бы две школы. Еще раз здравствуйте. В эфире снова программа «Журсовет». Здесь журналисты обсуждают актуальные темы с интересным гостем. Сегодня у нас в гостях депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев. А тема сегодняшнего выпуска – нехватка мест в школах. До рекламы мы обсуждали, что количество школ в городе недостаточно. И вообще первоклассников, которые в этом году 8,5 тысяч, им может просто не хватить мест в школах. Как вы считаете, строительство новых, оно все-таки возможно, оно как-то сможет в короткие сроки решить эту проблему? Все-таки это же нужно примерно год, наверное, чтобы построить здание, а пока только одна в школах. Ну, во-первых, нет денег в федеральных раз. Но самая главная проблема, и о чем я говорил 4 года назад, там тоже денег не было. Говорят, у вас нет денег. Я говорю, деньги все равно будут в федеральной программе, потому что проблема существует во всей России. Но давайте мы зарезервируем землю, чтобы это было рядом с жильем, где мы... Вот точечная застройка, которой тоже господин Быков приложил руку. Вот мы сдавали все дома, а где детские сады? У нас еще негде строить детские сады в центре. Мы уже столкнулись с этой проблемой. А где строят школы? Мы потеряли все участки, и в 15-м году, в июле, мы все-таки с господином Перескоковым, там большая была команда собрана. Все-таки, наконец-то, приняли решение и нашли место под все 15 школ. Я хочу сказать, все они будут на окраинах города, то есть за территорией города. Зиново – это еще более или менее, это Чижи, и там какой-то, там есть населенный пункт, условно говоря, Нововятск. А все остальные участки, я видел, это, понимаете, это в поле. А где? Ну, надо посмотреть территориально, например, вот если в сторону туда Костино-Бахты, прямо в поле. То есть нужно строить дорогу. Это нигде жилое домо, это окраина, это вся муниципальная земля. Вот, но, например, у нас проблема в центре, вот кто из вас будет возить ребенка? Когда президент говорит, что такое доступность пешеходная? Это два квартала. Кстати, ветхие дома, я вспомнила, 8 ветхих домов в центре города начали сносить. Это Воровского, Орловское, вот этот центр самый. И тоже строят, кстати, многоэтажные элитные дома. Вот это, почему я говорил, Быкова обвиняю в плане коррупции. Ведь у нас есть федеральная программа, каждый год выделяется там по 200-300 миллионов для расселения ветхого жилья. Вот как раз вот этот участок, когда Быков говорил, Кчусы отдали. Они там расселили два деревянных дома, помните, да? А может, как раз по площади эти все территории не подходят? Погодите, нет, смотрите, нет, Быков за это и хватался. Да просто землю уже сначала к Чусу отдали, и там областные чиновники их собирали себе жилье строить. Вот, второй момент, он говорил, что не хватает участка земли, но мы-то ведь говорили о реконструкции школы. То есть там же есть здание 24-х Ислей, где она находится. Давайте построим рядом новая школа и скажем, что это пристрой к этой школе. И при этом раскладе, и сначала президент сказал, что только новая школа, а потом появилась, ребята, если нет мест. Ведь проблема в центре города, она не только в Кириле существует. Давайте делать пристрой. А тут можно такой пристрой по участку земли, который превышает в два с половиной раза, например, территорию 28-й школы, где мы ее заново реконструировали. Наверняка это было бы дешевле, чем заново строить новую школу в поле. Конечно. Вот вы говорили, что в 15-м году была создана рабочая группа. Сколько мне известно, до 2020 года там решено сколько-то школ построить. Сколько? 10 школ. А сейчас это... Уже 17-й год, вы смотрите, нам остается 17-й, 18-й, 19-й, 24-й года. Нам нужно построить 10 школ, мы улетаем. Единственный вариант, который я вижу, ну, то есть мы уже влипли, благодаря, я сказал уже, это Быков и частично господин Перескоп. За неделание ничего, хотя программа как бы предлагалась раньше резервировать участки и так далее. Сегодня мы столкнемся с чем? Ну, я уверен, что так, что первые классы не наберут все, но я думаю, что в некоторых школах по три, по четыре класса, я разговаривал с директорами школ, у нас уйдут во вторую смену, которые раньше учились в первую смену. То есть сегодня там какие классы учатся во вторую? Это третья, четвертая, да, третья, пятая, шестая. Это по три, по четыре класса будут уходить во вторую смену, другого выбора нет. А что это плохого? А как же заявляла администрация, что у нас первая задача это бороться со второй сменой? Ну, об этом заявлял президент нашей страны. Я хочу сказать, что наша администрация, и Быков 10 лет был главой города, а сейчас говорит, он, знаете, вот вроде бы офицер, он так вот спрыгивает. А что плохого во второй смене? Погодите, нет. Я посмотрю, если такая проблема... Нет, на самом деле, вот я хочу сказать, что это уже есть много исследований на эту тему. Ну, вы же знаете, там до часу, даже бизнесу рекомендуют все встречи проводить до часу, там более интеллектуальное развитие. Там немножко память пропадает. А у детей, там особенно четвертый, пятый, шестой, седьмой класс, у них эти процессы физиологические еще, они более обострены. Обучаемость, она во второй половине, она снижается в разы. Поэтому... То есть полезнее в первой смене? Однозначно, до часу. Это известный фактор и так далее. И помните, президент несколько лет назад заявил, все школы в первую смену, и что мы получаем? Киров, я думаю, ну, половина классов из 11, то есть 5-6 классов будет во вторую смену в некоторых школах учиться в зависимости от нагрузки. Другого выбора нет. К чему приплыли? Мало того, а когда мы будем, то, что мы 10 школ не построим до 2020 года, это однозначно, но уже из-за финансирования, наверное. Но то, что была следующая проблема, и мы должны сказать, я не знаю, Быков, как с гуся, вода, он ушел, а эту проблему получили все граждане города Кирова. А где обучать людей в центре? Вы так уверенно говорите, что мы школу не построим. Я сегодня общалась с прислужбой Министерства образования областного, и меня заверили, что планы на строительство школ в 2017 году есть. Правда, вот сказали, пока они держатся в секрете, не скажут, где планируют строить школу, но должны это делать. Вот, смотрите, мы эту школу в Зиново строим четвертый год. Это фактор от проектирования. Ну, хорошо, сейчас с ним проект отработали, проект уникальный у нас в некоторой степени. Это еще заслуга господина Адранова. Две школы в области должны появиться, и еще, по-моему, они хотят две. Хотите, скажу, я про область не знаю, мы говорим, нам необходимо в городе школы, потому что, к сожалению, у нас еще ситуация трудовая, с трудовыми ресурсами. Из районов молодежь сюда приезжает в город. И там не остро, в районах области не так остро стоит, как бы, вопрос со школами. Это, может быть, там ветхая школа или новая школа, вот этот вопрос. А там, как бы, дети-то уезжают, поэтому там вопрос с заполняемостью есть. А в городе, вот она, реально, вопрос с заполняемостью. И я считаю, что 10 школ за 4 года точно не построят. Ну, вспомните, как мы быстро строили детские сады. Тоже тогда сомневались? По-моему, было всего лишь полгода, когда нужно было... Ну, погодите. Ну, и как строили? Погодите. По-какому-то другому, потому что штамповали их очень быстро. Хотите, скажу, так это только в последнем, в прошлом году на штамповали, в 16-м году 4 детских сада. Но погодите, вы говорили, в 12-13-м нам хватает детских садов, и проблем на штамповать на штамповали. А где? В Ганино на окраине, в Коминтерне на окраине, там в Чижах на окраине. А проблема реальна с детскими садами в центре. Вот жалобы идут у меня, вот стадион «Динамо» за этот микрорайон, площадь театральная, ЦУМ. Вот это все, понимаете? И сегодня надо не детские сады строить новые, а нужно идти навстречу людям и выкупать старые детские сады. Понимаете? И реконструировать, как сделали, наконец-то услышали у центрального рынка. Там, конечно, это не дешево вышло, но в принципе и не дороже нового строительства. И там нормальные детские сады. И сегодня их используют чаще всего под офисы, которые можно, ну, например, что-то можно применять на муниципальные какие-то здания. Вы же реально понимаете, что у нас бюджет ограничен, он дефицитный в очередной раз. Как быть? Ну, во-первых, мы все детские сады и школы строим по федеральной программе. Но на школу, вы сказали, нет федеральных денег. Погодите, они так-то выделены, там программы как раз до 20-го и до 25-го года. Это подписано Путиным. Единственное, весь вопрос, как наше правительство областное и городское заявки эти вовремя толкают. У нас ведь проблема нашего правительства, что областного, что городского, они не во всех программах участвуют в федеральных. Почему? Спят. Чиновники не выполняют свои деятельности. То есть вовремя они не подают заявки и в этом проблема? Вот смотрите, мы, например, говорили еще тоже три года назад, есть такая федеральная программа, когда у нас есть, кроме просто школы, у нас сегодня есть кадровая проблема с учителями некоторых предметов. 15-й, например, заканчивают, люди просто имеют в профессию низкая зарплата. И в других регионах есть такая федеральная программа, когда, например, учителям строят, например, девятиэтажку двухсекционную. Если там два учителя в семье, молодым учителям, дают эту квартиру, они там 10-15 лет, если отработали в школе, то это в школе квартира. Это как с медиками сейчас. Да, то же самое и с врачами нужно делать. Это нужно строить в городе. У нас проблема с кадрами учителей, она существует, особенно там начальных классов и так далее. Мы говорили три года, как с гуся, у господина Быкова в одно ухо входит, в другое, мне кажется, даже в ухо не входит. Хочу отметить, Ксения сегодня у нас разговаривала с Министерством образования. В администрации города, в свою очередь, на эту тему ответили, что пока ничего прокомментировать не могут, скажут только в конце января. Какая-то будет более точная информация, как собираются решать проблему. Вы думаете, что они смогут сообщить? Но я надеюсь, все-таки, у меня пока надежды есть на нашего в Рио господина Васильева, у него другой подход. Единственное, что проблема, и я, наверное, должен его покритиковать за это. Это проблема, мы старых-то убрали, а вы знаете, в кадровой работе это третий вопрос, убрать человека, первый, кого назначить. И он, к сожалению, не владея, у него нет контакта с местными элитами, с местными элитами, и он не может выйти на людей конструктивных. Они есть, что в образовании, ведь нашелся Гурдюмов в медицине. Пусть там резкие, пусть какие-то изменения идут, и там поначалу в штыки его революционные некоторые действия встретили. Но сейчас там в некоторых, у меня главных врачей, есть, наоборот, положительные сдвиги. То есть вы утверждаете, что сейчас Васильев немножко тоже не тех набрал людей? Нет, во-первых, министра образования нет, он не ориентируется в них. И мало того, у кого сегодня слушаю, главный советник, Игорь Владимирович, не слушайте Владимира Васильевича Быкова, он нас уведет не в ту сторону. Если захотите сказать, давайте мы поговорим. Вообще Владимир Васильевич не должен находиться на государстве. Вы претендуете на место советника? Честно, во-первых, погодите, вот смотрите, я бы вообще в депутаты не пошел, у меня с бизнесом все в порядке, у меня там на 100 лет прописано, чем заниматься. Но я, к сожалению, вижу, нет людей, которые могли бы системно развивать какое-то направление, образование. Ну вот в медицине, курдюмов, если найдется, спорт у нас то же самое. Вообще детские сады, каждый детский сад должен иметь специализацию. Это есть, например, в Татарстане, это есть в Башкортостане, я ничего не понимаю, это в Москве есть. То есть, например, этот детский сад занимается плаванием, этот занимается, например, творчеством, этот танцами, этот живописью, этот музыкальный, этот инструментальный. И вот мы на примере с первой спортивной школы сделали художественную гимнастику вот в 143 детском саду «Маленькая страна». Владимир, простите, вынуждена вас перебить, у нас время, к сожалению, поджимает. Давайте вот кратко проведем планерку, какие есть темы завтра, сегодня, что происходит в Кирове в области. Кстати, про скверы заговорили, у меня вот информация про фонтаны, что в этом году больше 2 миллионов рублей выделят на содержание фонтанов в городе Кирове. Как вы к фонтанам относитесь? Скверы не очень, а фонтаны? Ну, я, как и все граждане, к любому благоустройству отношусь положительно. Понимаете, но вот все-таки я хочу подчеркнуть, как государственный человек, что у нас на первом месте стоит? Фонтаны, видимо. Фонтаны на 20-м. Это вот скверами, это господин Владыкин, он не соответствует своей должности. На первом сказал президент. Это социальная сфера, это детские сады, школы, ну, это не городской уровень, у нас забрали, это медицина. Второй вопрос, это ЖКХ по остроте. Третий вопрос, это дороги. Где у нас скверы? Давайте вот, Катя, буквально одно предложение. Сегодня вот вечером появилось новое, что в Кирове поддержали идею сократить новогодние каникулы до двух дней. Как вы на это думаете? Ох, потрясающе. Следующие новогодние каникулы? Больше работать сможем. Ну, вы знаете, для меня, например, 8-9 дней тоже мучительно, я там, может быть, с 4-5 января уже работаю. Но это вопрос каждого человека. Идивдальные особенности. Да, но я думаю, что у кого есть дети, особенно маленькие, там это хорошая возможность родителям провести, сходить на каток, покататься на лыжах, на коньках. Но, к сожалению, у нас там все зависит от культуры человека, многие там обжорством занимаются, чревоугодничеством, так сказать, зима, холод, это еще бы способствует. Но, я не знаю. Но, видимо, это не стало причиной, да? Ну, вот в причинах указал москвич, который создал эту петицию, что как раз сократится отравление алкогольных и пищевых, значительно это поможет оздоровить нацию. Люди не так не успеют, так сильно, как за 9. Посмотрим. Ну, все, к сожалению, мы должны заканчивать. На этом все. Благодарю за участие вас. И напомню, что у нас сегодня в гостях был депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев. А вопросы вместе со мной задавали Екатерина Зубырева и Ксения Фрик. Я надеюсь, что главой администрации у нас, беседуя, мне очень нравится, у нас станет когда-нибудь женщина главой администрации города. Ну, это, наверное, будем не мы. Благодарю всех за участие. Меня зовут Анастасия Шерстнева, это была программа «Журсовет». До свидания. До свидания.